Добрый день, друзья! Начинаем свой рабочий день. Точнее, день-то уже начат. Я имею в виду новую доставочку. Сейчас у нас 13 часов 20 минут. Вот в таких вот интересных местах загружались. Видите, немножко тут узенько. Это город Каор, то есть город, я уже неоднократно о нем упоминал. И этот город, это место сдало название тому самому Вену Каор. Только во Франции это красное сухое, а у нас это крепленое и десертное. Вот, значит, загрузился здесь одной палетой 600 килограмм. Ехать мне нужно в славный город Версаль. Расстояние 572 километра показывает, что в пути я буду около 7 часов, 7-8 часов. И доеду даже сегодня до 20 часов 27 минут, как показывает мне навигатор. Не знаю, насколько это будет соответствовать реальности. Посмотрим. Единственное, что я хочу сказать, что мне становится страшно, что уже третья ночь у меня будет со сном. И это что-то нереальное. Просто серьезно, получается, мой экспедитор сошел с ума, что ли. Не знаю, ну какие-то такие трассы выходят там по 500-700 километров. И я уже начинаю паражировать на одних и тех же дорогах. Опять просто, что хорошо, опять у меня будет А-20. Я просто обожаю эту автостраду. Реально обожаю, без шуток, потому что 280 километров у меня будет отличной автострады французской и абсолютно бесплатной. Знаете, если из 570 километров у меня 280 по бесплатке, это более чем. Кстати, город Каор очень красивый. Ну, как бы, естественно, я успеваю ним насладиться только издалека. Да и хорошо, что мне не нужно по самому центру этого города ездить. Сейчас и тут так получилось загрузиться по-нормальному. С краечку, как это говорится. Ну, да, кстати, ребята, вот пищит у меня. Сообщения приходят на мессенджер. Я не против пообщаться ни с кем. Я отвечаю по мере возможностей. Вот автостоппер у нас. Куда он едет? Непонятно куда. Вот. Я отвечаю по мере возможностей. Поверьте, у меня этих возможностей, во-первых, не так много. Во-вторых, многие просят из вас созвониться. Ребят, это вообще нереально, потому что нет у меня такой возможности разговаривать по телефону. Казалось бы, да, я еду, можно поговорить. Но дело в том, что, например, многие из вас находятся где-то там в Украине, в Белоруссии, еще в какой-нибудь стране. И поэтому разговаривать придется через интернет. Интернета много, его не жаль. Единственное, что я заметил, фри, не такой уж классный с точки зрения покрытия. С точки зрения покрытия и качества сигнала, я бы сказал, что это абсолютно дерьмовый оператор. Честное слово. Потому что, ну вот, во Франции только в каких-то населенных пунктах, да, он отлично принимает. Вот ситуация, как я вот в Украине пользуюсь водофоном, да, точно такая же, как в Украине. Вот попробуйте, например, на дороге из Харькова в Киев или там, например, из Киева до границы с Польшей на трассе Киевчок. Просто попользоваться интернетом. Звонки, да, без проблем, а вот попользоваться интернетом. Это же просто тупо днище. То есть, если вы еще в каком-то населенном пункте, он работает за пределами населенного пункта, там только буковка Е. Вот Ехэн Цинзе Е. И все, и ничего не тянет. Так же и здесь. И поэтому мне придется выделять какое-то время. Это время ввиду полного его отсутствия. Мне придется воровать из общения с моей женой, как бы. Ну, вы извините, конечно, я люблю своих зрителей, но жену свою я люблю гораздо больше. Вот. Она приятней многих. Точнее всех. Вот. Поэтому звонки это мимо, друзья. Давайте общаться. Пишите, я по мере возможности отвечу. Если вас интересует мне написать, все есть в описании к видео. Там есть страница в Фейсбуке. Там есть мой Инстаграм. Пожалуйста, в директ. Почта. Ну, с почтой другие, друзья, мне почему-то. Я вижу, как приходят сообщения. Ну, почему-то у меня какое-то такое... Я вообще-то там писал, что почта это для сотрудничества и рекламы. То есть, когда мне приходит что-то на почту, как-то мне туго туда зайти и ответить. Не знаю, почему это наступает. Сегодня дождь. Сегодня на улице сейчас конкретно 14,5 градусов. Скорее всего, тепла. Тут очень красивая местность. Город Ланзак. И мы сейчас будем через реку проезжать в скорости. Тут кемпинг. Я видел вчера очень много людей на каяках, на байдарках. Именно там местность такая подходящая, подходящая река. И сегодня я бы даже встал и, наверное, пошел бы, вступнулся, если бы не погода. Погода, сами видите. Вот он слева, городской, этот муниципальный кемпинг. А вот река Дордонь. Не знаю, в какую сторону повернуть, чтобы было очевидно. Родной обратно. Мне интересно, кто придумывает такие знаки. 45, 45 нафиг. Почему? Ладно, я там понимаю. 40, 30, 50 ограничения для всех. Для грузовиков 45. Вот так вот. Не больше, не меньше. Вот тут вообще такая вот эта старинная французская тема. Очень классно. Редактор субтитров А.Семкин Ребята, останавливался на обед. Никак не могу привыкнуть к тому, что у меня может быть обед. Уже какой-то день подряд, второй день подряд у меня есть обед. Нереально. Где-то очечи дел свои. Смотрите, как погода изменилась. Стало 25 градусов, было еще недавно 14. Так, а мы летим 348 километров остается. Я как раз посерфил немножко интернет в вопросе, как выглядит там местность возле фирмы. Ну, что-то можно будет где-то там придулиться, посмотрим. Вроде как бы, как бы, да. Глядите, прям на стене аптеки кондомат. Ну, то есть, кондомы продает, если кто не знал. В Германии почти во всех туалетах на таких, на станциях заправочных есть кондоматы. Ну, потому что, знаете, приспичит, короче, надо же купить. И тут прямо на улице. Раз, два. Дюрекс купил, пошел. Интересно, куда тут можно пойти? Ведь кустов даже приличных нет. Ну, домой, может быть. Это уж скучно. Дома скучно. Да, смешно слушать рассуждения о кондомах человека, который катается по Европе. И некогда пользоваться такими штуками. Так, у нас тут красоты какие-то французские. Какой-то милый французский город. Нам остается 185 километров уже с автострады съехали. Кстати, на съезде с автострады стояли дуаны. Дуаны, это типа, кто не знает, это типа немецких целей, польской службы цельной. Или же, ну, так скажем, таможня, да, там, налоговая таможня. Вот это вот все. Фискальная служба. О, вот так правильно. То есть, не знаю, я думал, просто я там был один такой подходящий для них. Ну, я просто подумал, что, ну, все, сейчас будет 100%, потому что, ну, польская машина, тут перевозки внутри Европы, внутри Франции. Ну, как бы я думал, клиент номер один, это я. Ну, нет, они на меня глянули и типа, проезжай. Ну, прям так на круге. И получается, на круге один съезд тупиковый. Там стоит машина, и там стоят, еще стоит парочка Степана и ударочка этих дуанов. Есть такой смешной палкой, где-то палка такая метра полтора длиной, и девушка эта метр шестьдесят ростом. И она стоит, и палка такая написана, стоп стик. Типа, стоп палка, короче. Стоп палка. И она такая стоит, и я думаю, блин, она сейчас кинет мне палку. И что мне делать-то, да? Женщина дуан кинет палку. И все, стоп. Смотрите, Нивы стоят. Ну, одна точно. Вообще, это тут продают или просто хлам? В общем, ладно. Мой пульсяжный юмор закончился. Просто я еду и размышляю, куда бы мне податься. Я же сказал, что это будет моя последняя каденция в качестве водителя на бусе. Если кто не видел мое первое видео с седьмого сезона, посмотрите. Я там об этом заявляю. Я сейчас еду и думаю, куда бы мне податься? В политику или, может, стать стендап-комиком? Взять себе какой-нибудь псевдоним, типа, там, скучный. Вот. Смешной же псевдоним, правда. И выступать. Вот, в Бландеке. Открою стендап-клуб. Буду приезжать на паркингах. Микрофон куплю. Отличная идея. Или стать политиком можно. А что? У нас сейчас в Украине для этого все есть возможности. А у нас сейчас кто угодно может стать депутатом. Вот. Я думаю, что водитель буса, это не хуже. Даже так. Блогер, водитель буса, это не хуже, чем свадебный фотограф. Поэтому я бы мог пойти в политику, я думаю. В общем, пишите в комментариях, как вы думаете, куда лучше податься. Ребятки, как вам дополнительный багажничек на машине? По-моему, ничего. Так, барсеточка. Еще и с замочком. Типа дорожная сумочка такая вот себе. Аж погнуло все. Нормально забарахлился. Приблизительно как люди, которые едут на три дня по безвизу на границе с такими сумками. У них польский пограничник спрашивает, на сколько в Польше? На три дня в гости. И вот такой чемодан. А вот желтые жилеты тут продолжают свою миссию. Ну, а как по мне, так просто бом... Это такое легальное бомжевание называется. Бомжуем. Сегодня мы с тобой бомжуем. 117 километров, ребят, остается 117 километров. Мне уже поднадоело ехать. Я еду, слушаю ютубчик. Потому что какой-то хера с меня сегодня сняло не 99 фри, а 37 с чем-то евро. И я не знаю почему. Жду распечатку от них. Они присылают еще там, типа, распечатку. Потому что 37 евро это почти за два месяца. Едрит, ангитрит, блин. Это печальная штука. Вот это что-то горит на аризонте вообще. Нехилая. О, интересно, камера сработает на пожарные машины? Вон камера справа. Не понятно. А, она зарисована. Да, 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 да. На дороге горит. Походу, или возле нее. Так, интересно, что там подъезжаем. Не, не на дороге, но возле дороги горит. Тут какая-то зона индустриальная, небольшая. Что-то непонятно, только дым. Что-то я там слегка обернувшись, увидел, конечно. Ой, там еще что-то болбануло только что. Я услышал хлопок. В общем, какая-то полпалейла была. Непонятно, что там. Заборы, деревья. Непонятно, что там горит. Ребята, заехал тут заправиться, потому что был там на лампочке уже. Далеклерка какого-то далеко заправлялся на BP. По 1,46 влил на 30 евро. Там 20,5 литров вышла. И тут в самом Версале прям буду разворачиваться возле всей этой красоты Версальской. Ой, я бы тут погулял, если бы остался на выходные, но завтра четверг, и завтра пятница. И думаю, что там не найдет. Все выходные. Че тут метро, как назвать? Пикадилли? Эх, не успел. Давай, я в тебя верю. Красавчик. Поместился. Вообще, печальная работа у водителей автобусов с гармошками в таких вот маленьких узких улочках в исторических центрах городов. Вот это вот все печально тем, что куча стрессовых ситуаций, идиоты просто круглые сутки, как ты работаешь, различные, особенно здесь а эти все скутерасты на легковых машинах кто-то запарковался неправильно. Блин, из этих уличных кафешек пахнет вкусно так, а мне есть хочется, потому что я обедал, сейчас 21 часа, я обедал в 15 часов, поэтому хочется есть. Какой-нибудь гречечки. Такого в уличных кафе Версаль они подают. Ребята, смотрите, я просто не мог этого не снять. Какая штука крутая стоит. Если я пойду его сфоткаю, меня никто не наругает. Ладно. Тут какие-то люди. О, тут хороша будет шутка про французские танки. Вы знаете, для чего на французских танках зеркала заднего вида? Не знаете? Да, я вам скажу. Для того, чтобы видеть поле боя. Так. Чтобы меня никто не повязал, надо тут остановиться и посмотреть, где я там хотел ночевать. блин, да тут бронетехники разной. Полно-полно. Тут даже знак о том, что может танк приехать и убить. Так. Чё-то не сдаётся, мне тут не будет места, где заночевать. под защитой танков. Ого, мне сюда. В эту контору. Визиторс. Винвансион. Внастепно скрять в лево. Внастепно скрять в лево. Ага. Ага, ага. Приjazд на месте за 120 метров. В общем, туда, куда я думал, там закрыто. Поэтому, я думаю, вот тут встанем. Встанем и так заночуем миленько. Думаю, я тут никому не буду мешать. Отличненько. Доброе утро, друзья. Сейчас едем разгружаться. Ночь на стоянке здесь прошла неплохо. Комароса-то не было. Ну, это, наверное, из-за ветра, потому что была ветреная погода. я напомню, здесь какое-то полу... Ну, не то, что полувоенное предприятие, но здесь занимаются вон, всякой военной техникой, может, разработкой, я не знаю, там, каких-то, может, модулей, еще чего-нибудь. А, вон, все-май-твигзер. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так вот, у меня есть к вам коммерческое предложение, сейчас очень модно коммерческие предложения у нас делать на ютубе в нашем сегменте, так скажем, работы. Так вот, у меня есть к вам коммерческое предложение. Я могу продать вам номер телефона вот этого дурачка, который меня водит, в смысле не дурачка, а он очень отличный, отличный он экспедитор. Смотрите, вот, 8.23 сейчас, 8.23. В 8.14 я ему написал смс-ку, то есть уже 9 минут прошло. И за это время я в два навигатора вбил адрес, почухал голову, поставил телефон на зарядку. Ну, вот это вот все, да, 9 минут заняло. В общем и целом, уже есть у меня загрузка, так что давайте. Видите, цена будет сходная, я вам продам его номер телефона, у нас же модно у украинца торговать номерами телефонов, а там будете с ним-то авариваться, делов-то. Да, обворитесь, он будет вам искать, ваши водители будут вас проклинать, зато вы будете в шоколаде. Так, по-моему, это отличное предложение, так, все координаты есть под видео, ребята, кто занимается бизнесом, пишите по сходной цене, я вам завалю его номер, переманите его к себе, и все у вас будет хорошо. А мы едем на новую загрузку, 53 километра остается, почему-то тот навигатор обещает доехать за 49 минут, этот за 50 минут, посмотрим. Уточнение предложения коммерческого для людей, которые занимаются транспортным бизнесом. Ребят, короче, ну, как бы, я честный человек, ну, исключая того, что хочу продать вам номер, я просто хочу вам сказать, что, ребят, я честный человек, есть побочные эффекты, такие, как он, например, никогда ни хрена ничего не знает. Я приехал сюда, мне только адрес загрузки, я говорю ему, ну, вот, написал, давай номер F, или куда мы едем, или еще что-нибудь, он, я, мы будем ехать в Голландию, но пока я ничего не знаю. Я говорю, ну, хорошо, братан, я уже на месте, узнаешь, пиши. Конечно, это шутка, ребят, это шутка, просто она стоит 300 евро. Я не шучу. Продолжение следует...